Чрезвычайное происшествие или закономерный результат. 27 июля на странице администрации появилась публикация о значительной течи, которую зафиксировали на гидроузле городской. Результат – резкое снижение уровня реки Сатис, ниже нормального подпорного уровня – 119,8 метров по Балтийской системе. Однако течёт наша плотина уже не первый год. Гидроузел не держит воду должным образом около пяти лет. В 2018 году на ремонт затвора выделяли порядка 2,5 миллионов рублей. Но проблема осталась и только усугублялась с каждым годом. Насколько я знаю, с 2019 года эта проблема существует по уплотнителям затвора. То есть затворы у вас всегда текут с той или иной интенсивностью. И в особенности в нежные периоды – это когда лето, высокие температуры окружающей среды, мало дождей, или зимой во время зимней межни, когда низкие притоки рек Сатис и Саровка, происходит ситуация, что приток со стороны рек меньше, нежели расходы, которые пропускают затворы в своём негерметичном состоянии. В результате чего происходит постепенное понижение уровня воды. Подрядная организация «Спецантех», ответственная за содержание гидротехнического сооружения, занимается работами по установке аварийных затворов и восстановлению старых. С задачей планируют справиться в течение двух недель. Однако мера временная – менять нужно всю плотину. Это было вызвано размытием дна, уже состоянием самой плотины. То есть это неизбежная ситуация. Я не проектировщик и не сметчик, поэтому стоимость, естественно, у меня неизвестна. Но деньги колоссальные, надо менять всю плотину. Никаких гарантий, что ситуация в будущем не повторится, нет. Однако и снижение уровня воды до отметки порога бесследно не пройдёт. В первую очередь, обмеление реки губительно скажется на водных обитателях. Рыба в реку вернётся, но только после того, как вода в ней придёт к нормальному уровню. А по предварительным прогнозам, произойдёт это только в период весенних паводков, считает Александр Белов. К сожалению, из-за такой динамики наполнение прудов, которые располагаются на таких реках, возможно только лишь зачастую в весенний период, когда приходит большой расход и много воды. Поэтому, если случилась такая ситуация, что пруд опорожнился, то с высокой долей вероятности наполнение его произойдёт только в следующий весенний период, после снеготаяния. Также при резком опорожнении водохранилищ происходит деформация депрессионной кривой в грунтах. Из-за этого вырастают очень сильно скорости потоков грунтовых вод в береговых зонах. В результате этого происходит вынос грунта и габиона размывает. Такой эффект мы, к сожалению, наблюдаем из года в год. И велика вероятность, что такая картина повторится вновь. В прошлом году у вас такой эффект был, к сожалению, в районе Стрелки на реке Саровка, где у вас произошло разрушение части габионных конструкций как раз из-за того, что был неконтролируемый вынос песка из-под габиона в существующей стенке. Сейчас остаётся только ждать и надеяться, что река справится с выпавшими на её долю испытаниями и будет готова к грядущим. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.